Господин председатель, в комитете мы видим здесь вспышки огня, это не так плохо, это помогает осветить этот зал, так что это способствует конструктивному диалогу. У меня два вопроса. Во-первых, в последние годы государство-участник приняло 10 законов, ратифицировало 7 международных договоров по правам человека и создало, разработало 10 национальных планов. Это все важный прогресс, это нужно признать. Мой вопрос по последней теме. Можете ли вы представить примеры, которые подтверждают, что каждая рекомендация или рекомендации этого комитета были выполнены в рамках этих национальных планов? Вы можете дать примеры, ответить на этот вопрос? Это как раз тогда и подтвердит верность ваших заявлений. Второй вопрос. До того, как я задам вопрос, я хочу удостовериться. Если и был ли либо какой-то полицейский, который понес наказание за свои преступления, когда он применял пытки? Если это так, то у меня возникает вопрос. По любым стандартам, это наказание является жестоким. Но я хотел бы знать и характер преступления, за который они понесли наказание. Благодарю вас. Благодарю вас, господин председатель. Я хотел бы выступить по двум вопросам. По первому вопросу. Меня тоже беспокоили вот эти примеры амнистии. И я могу сказать, что действительно это средство для того, чтобы способствовать безнаказанности. И это противоречит положениям конвенции против пыток. Я просто могу лишь сказать, что я согласен с господином Тугуши. Действительно, когда международное сообщество особенно осуждает какое-то преступление, то оно, конечно, является особенно серьезным по сравнению с другими преступлениями. Мы не можем здесь иметь в качестве идеала полную ликвидацию пыток. Это совершенно ясно. Другой вопрос. И проблему, которую я затрагивал в связи с определением пытки. Мы берем информацию не из НПО, не из других источников. В вашем докладе, пункт 54, на странице 12, как раз говорится о Верховном суде, комиссии. И, может быть, здесь просто ошибка в переводе. Но получается, что Верховный суд в своем решении поддержал определение пыток, как это определено в конвенции. И мы хотели бы знать. Суды учитывают это решение, потому что Верховный суд, он принимает окончательное решение. Он регулирующий орган в том, что касается работы судебных органов. А сегодня прозвучало так, что ситуация иная. И тогда нам надо это учитывать. Благодарю вас. Благодарю вас, господин председатель. Поскольку времени мало, я хочу выделить три важных вопроса. Я уже сказал в том, что касается режима содержания заключенных, пожизненных заключенных. я сказал, что условия содержания ниже приемлемых стандартов. Я не буду повторять, в чем состоит этот режим. Но мне хотелось бы знать ответ делегации на этот вопрос. И другой важный вопрос. Я задавал вопрос в отношении тюрьмы Яслик. Почему я задал этот вопрос? Потому что идет поток информации в отношении того, что практика пыток там применяется постоянно. Это со стороны НПО, гражданского общества. Там много случаев применения таких пыток. И просто эти случаи вызывают ужас. Лично я предпочел бы считать, что это не так. Может быть, вы тогда выскажите свое мнение. И последнее замечание. Я хочу напомнить, что я цитировал слова генерального директора Международного комитета Красного Креста, который сказал, что мы завершили процесс посещения тюрем в Узбекистане, потому что мы не можем работать так, как хотело бы работать наше учреждение. Диалог с тюремными властями должен носить конструктивный характер. А этого не происходит в Узбекистане. Поэтому хотелось бы получить ответ на это заявление генерального директора МКК. Прошу вас. Я хочу рассмотреть вопросы Национального института прав человека. Мы знаем, что у вас есть омбудсман. Много страниц вашего доклада посвящено характеристике этого института. Я хочу спросить, а эта информация представляется общественности, скажем, по результатам расследований и осуществляется это в соответствии с парижскими принципами. И если у амбудсмана мандат, который основан на парижских принципах, я вижу, что вы приняли три рекомендации в отношении Национального института. Амбудсман, который работает на основе парижских принципов, но есть рекомендации, которые уже аналогичны этому, которые уже действуют. Что касается регулярных обзоров, универсальных обзоров, я могу сказать, что некоторые вопросы, рассмотрены, там четыре рекомендации, где содержится приглашение докладчиков, четырех докладчиков в вашу страну, в том числе докладчика по пыткам. Хотел бы знать, какие есть другие планы в отношении осуществления этих визитов. Вы также приняли две другие рекомендации для того, чтобы дать возможность МКК поработать в государстве участники. Многие задают вопросы. Вы в вашем ответе сказали, что они проводили свою работу, посещали, но вы не сказали об условиях работы их в стране. И если может быть нужно учитывать, было много рекомендаций от государства участников в отношении того, чтобы они могли продолжить свою работу. И также это касается Human Rights Watch, который был выслан из страны. Может быть вы дали бы разъяснение по этому вопросу с тем, чтобы как-то его решить. Благодарю вас, господин председатель. Я хотел бы напомнить, что в этом диалоге комитет признал прогресс, достигнутый в государстве участники и конвенция против пыток она весьма требовательна, она заставляет государство искоренить пытку как явление. Конечно, это в определенной отношении является идеальным положением, но в некоторых странах меры принимаются более активные по сравнению с другими странами, и многие страны избирают позицию аргументации в пользу суверенитета своей страны. И я не собираюсь подробно рассматривать все эти вопросы, особенно, скажем, вопрос беженцев. вы сказали, что где-то сто тысяч таких беженцев есть, или двести тысяч беженцев, но вы не участник конвенции по беженцам, Женевской конвенции, и хотелось бы знать, каков статус этих беженцев на вашей территории, и УВКБ проводит проверку статуса содержания этих беженцев, и какие у них возможности в плане, скажем, получения национальности, гражданства, отношения с узбекским населением, могут ли они вернуться обратно в свою страну, и благодарю вас за это. еще одна минута, и одна минута, госпожи Геев, я не получил ответа по определению пыток, это относится ли к действиям третьей стороны, связано ли это с способничеством, и какова серьезность по определению этого преступления, я задавал вопросы в отношении посредничества, в уголовном праве не получил ответа, почему исполнительные власти взяли часть полномочия от суда, не получил ответа, и делегация не смогла подтвердить, что они создали системы для проведения объективного расследования обвинения в пытках с тем, чтобы эти заявления были тщательно изучены, ваша минута истекла. он вам подарил 55 секунд, говорит председатель. Я хочу просто еще раз подчеркнуть важность того, что вы слышали от господина Тегуши и господина Гаи в отношении амнистии и безнаказанности, поскольку столь внимательно читались наше заключительное общее замечание. Хочу во второй комментарии привести пятый пункт. Запрещение пыток не оправдан никакими исключительными обстоятельствами для оправдания актов пыток. Там также сказано, что комитет считает, что амнистия или оправдание которые комитет считает, что амнистия или другие препятствия, которые мешают или свидетельствуют о нежелании обеспечить скорейшее справедливое расследование и наказание виновных в пытках нарушает принцип ненарушения этого положения о неприменении пыток. Поэтому мы говорим об этих препятствиях и в законе и на практике. Спасибо, говорит председатель. Спасибо, господин председатель. Я сожалею, что не услышала ответов на мои вчерашние вопросы, вопросы на самом деле были достаточно простые. Они касались судебной власти, во-первых. Передача ордеров на арест судам, вопрос об административной процедуре, то есть о кодексе административном и процессуальном, длительность задержания 15 дней и роль прокуратуры в осуществлении статьи 241. Это простые вопросы, они взяты из ответов государства участника, а также из других источников. Но в любом случае я с уважением отношусь к позиции государства участника, в любом случае заверяю делегацию в том, что в комитете люди к своим обязанностям относятся весьма ответственно. Заявления МОД были приняты в 2012 году, потом на сессии 2013 года, еще одно заявление было на сессии тоже 2013 и 2012 года, и далее я хотел бы услышать ваше сообщение о 8 гражданах, которые предположительно умерли, а также о количестве детей, которые привлекаются к сбору хлопка от миллиона до миллиона человек. Раздел 241 трудового законодательства Узбекистана запрещает опасную работу для лиц не достижения 15 лет, а сбор хлопка достаточно опасная работа. как получается, что такое количество детей занято на сборе хлопка. Есть целый ряд документов, которые вы нам приводили от ЮНИСЕФ, которые то же самое говорят. Повторяю вчерашние вопросы. Меня интересует смертная казнь, вы говорили о позитивном изменении, ограничении смертной казни с целью дальнейшей отмены. Хотелось бы знать, как это все происходит в настоящее время. Хочу дать вам возможность и извиняюсь за то, что жестко устанавливаю регламент, надо дать государству время для ответов, а завтра вы еще можете в письменном виде направить секретариат те или иные ответы. Если сегодня не успеете ответить, мы заканчиваем сегодня в 6 часов вечера. Пожалуйста, направьте нам письменные ответы, мы их учтем в заключительных замечаниях к 5 часам вечера завтра. Почему к 5 часам? Потому что нам нужно успеть их отправить на перевод и так далее. Прошу вас, вы имеете слово. Спасибо, уважаемый председатель, спасибо члены комитета за вашу конструктивность и за ваши озабоченные выступления. Прежде всего, я должен сказать, что здесь было последние 3-4 члена повторяли, что они не получили ответа. Это естественно, у вас просто то время, которое было отведено, не хватило нам. И Джаслык, и МКК, и другие. Сейчас вот к этому и приступим. Потом, сейчас тогда первый по Джаслыку и по ряду вопросу, господин Шадеев. Спасибо. По вопросу относительно Джаслыка, колонии, расположенные на юге, севере республики, на территории Каракал-Пакистана. Это единственная колония на территории республики Каракал-Пакистан. Поэтому, сразу скажу, никакого вопроса закрытия не будет рассмотрено и не будет закрыто. Там условия в Пальне соответствуют национальным законодательствам, которые отвечают в том числе и международным нормам. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вчера был вопрос о передаче юрисдикции системы исполнения наказания от МВД Минюст. Вы знаете, что в мире нет единого подхода в этом вопросе. Где выведено отдельное ведомство, где относится ведение МВД, где Министерство юстиции. Поэтому, исходя из национальных интересов, пока передачи под юрисдикцию системы исполнения наказания не будет. Это теперь по вопросу господина Брони. Пожидное заключение дается только по двум статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Это первая, 97-я час, вторая. Статья это умышленное убийство при отыкчающих обстоятельствах. Вторая, по 155-й час, 4-й Уголовного кодекса. Это терроризм. А что касается условий содержания, там, прежде чем принимать закон относительно условий содержания, мы изучили десятки стран мира практику. Исходя из этого, приняли такой закон. Да, в первые 10 лет они отбывают наказание в строгих условиях содержания. если у него будет поведение все нормально, через 10 лет он будет переводить на обычные условия содержания, где будет иметь и длительные, и краткосрочные свидания, и возможность получения посылка бандероли. после отбытия 15 лет срока будет переводиться на облегченные условия содержания, где будет иметь два краткосрочных часового свидания, один длительное свидание с родственниками. Здесь ничего такого нету. Спасибо. Спасибо. В части Красного Креста забыл. Что касается вопроса Красного Креста, здесь было принято решение не прекращать деятельность в республике, а было прекращение посещения мест лечения свободы. До сих пор работаем совместно в том числе и МВД сотрудничество с МКК под другим линиям службы. В том числе сегодня как раз так и с участием МКК провели в МВД международную конференцию в части по правам человека. А то, что утверждение господина Дакора, что не было создано условия, это абсурд. Никакое беспочвенное такое заявление. Если было бы создано условие для посещения или условие для выполнения их как говорится обязанностей, давно они прекратили бы. между прочим в 2004 году тоже были аналогичные случаи. Они тоже прекращали посещение мест лишения свободы. Тем не менее в 2008 году они вернулись. Это амбициозное решение личного господина Дакора. Притом политизированное. Почему? Потому что через 10 дней после того, как заявление, как они прекратили посещение, у нас было заслушивание на УПО. Поэтому эту организацию нельзя политизировать. Это мое мнение. Спасибо. Я хочу вот здесь, потому что этот вопрос поднимался также в ходе принятия рекомендаций Советом ООН по правам человека по нашим докладам рамках УПО. Был задан этот вопрос. Прекращение посещения тюрьм это решение МКК. Правительство Узбекистана еще раз заявляем, мы готовы работать и в этом направлении. Это первое. Второе. Решение МКК носит явный политически мотивированный характер. Обратите внимание на время принятия этого решения. буквально за 10 дней до рассмотрения нашего доклада в УПО они прекращают. Я задал господину Ив Арнольде представителю МКК в Ташкенте. Он сказал господин Саидов да в Узбекистане причем это мы это мы по всем остальным направлению на работу и по всем остальным. Почему после этого они побежали туда. Никакого ответа не получало на мое заявление. Я еще разъявляю решение МКК генераль секретар это политический мотивированный характер носит и это было бы чтобы навредить Узбекистану во время рассмотрения УПО. Теперь я просто хочу вот был вопрос я сейчас хочу этот был вопрос о списке посещения амбудсмана тюрем. Господин президент я вам передаю что потом мы не говорили что не получили. Вот здесь ответы на более 20 лиц которые вы задавали вчера и сегодня. было вам очень хорошо 10 раз повторили я не получил ответ я не получил ответ я не получил вот ответы я письменно на английском языке передаю. Теперь что касается да нам не хватило времени ответить на это все вопросы у нас есть джаслык вы построите нам джаслык такой один из аргументов господина Тиаван Бовина было знаете что было в том что якобы там плохие погодные условия а то что 2 миллиона 3 миллиона людей живут что они хорошие что условия у нас просто мы хотим это это тюрьма для двух областей республики Каркав Пакистан и Хорейз чтобы они Ферганскую долину не возили еще будут указывать нам где тюрьмы строить что ли что за это подход закрытие джаслыка а вы были сами кто был из тех которые пишут джаслыка я видел сам лично глазами откуда вы знаете соответствует стандартам содержания кто это видел поэтому давайте вот здесь и еще по Андижану да Андижан Андижан для Узбекистана закрытый вопрос закрытый вопрос Узбекистан самодостаточное государство расследовать принимать решения по этому вопросу мы это уже неоднократно говорим и Европейский союз который принял санкции против Узбекистана прекратил свои все это заявления давайте не будем возвращаться этому вопросу Узбекистан наказал кто нарушил законы кто нарушил право они все получили что касается вопроса господина Ванга конкретно я скажу да национальные планы действия работают мы здесь изучали и китайский опыт разработки национальных планов действий республики Корея многих этот наш опыт очень высоко оценивается в отличие от вашего комитета в других договорных органах ООН вы сказали что какой национальный план вы приведите пример какой результат первый национальный план был разработан на основе рекомендаций господина Теавамбовина у него было 22 конкретных рекомендаций из них мы 20 выполнили и по этому по этой информации мы 20 10 раз давали как официальный документ ООН распространяли 2 рекомендации мы не выполнили 2 рекомендации мы не будем закрывать джаслык и мы не ратифицировали факультативный протокол вот 2 пункта мы что касается перевода из системы менюста в систему МВД 5 различных моделей содержания тюрм формы подчинения а почему мы должны только министерство юстиции передать кто меня опаснует то есть Казахстан принял ваши рекомендации перевел а потом все вернулись обратно в МВД а почему хотите вы заставить нас как жить то есть вот примите наши мы идеалы давайте будем более серьезно относиться к таким к таким вопросам когда надо же отдавать все-таки да мы очень высоко ценим ваш профессионализм ваш уровень здесь вопросов нет но из рекомендации совета по правам человека по УПО было 203 рекомендации 203 145 рекомендаций мы приняли 145 рекомендаций что будем делать будем делать мы уже договорились с управлением верховного комиссара по правам человека со всеми агентствами ООН работающими в Узбекистане в Ташкенте со всеми посольствами аккредитованными в Ташкенте с зарубежными фондами мы уже начали мы 24 привели расширенное заседание мы будем разрабатывать на основе кластера верховного комиссара национальный план действий по реализации рекомендации в рамках УПО более того господин Симанович это помощник генерального секретаря ООН по правам человека рекомендовал нам чтобы давайте включите в этот план действий и рекомендации договоренных органов мы уже решили комитет по правам ребенка представить хотя они еще не перевели свои заключительные замечания на русский язык и если мы получим ваши рекомендации мы тоже будем включать в этот единый план чтобы были там рекомендации и по УПО и по договорным органам поэтому здесь никаких никаких этих нет поэтому я думаю что здесь будет нормально господин председатель нету в Узбекистане миллионами ни один ребенок не приглашается не один и эти документы пусть докажут мне что вот сколько вот полмиллиона говорите полтора миллиона говорите все данные двух-трех годичной давности вы говорите двенадцатом году они принимают за одиннадцатый год а тринадцатом году принимают за двенадцатый год это мы говорим давайте будем сегодняшнюю ситуацию сколько можно вы говорите о каких-то персональных которые три-четыре-пять лет прошло это же мы здесь это очень важно то что я теперь не буду то есть я с чем не могу согласиться и с госпожой Гайер и господин Тагуши когда вы обвиняете Узбекистан я это распространяю как обвинение то что в Узбекистане система не работает а кто это не оценит эту систему что в Америке работает система хорошая или в Грузии или в других странах вы дошли до такого степени утверждения что в Узбекистане система не работает за 20 лет мы сделаны немало в отличие от Соединенных Штатов Америки в отмене смертной казни зачем вот такое у вас не работает ни судебная система у вас не работает ни система президент как все решает а кто назначает судей в других странах там же различные модели нет уже единой модели формирования судейского корпуса где есть единый модель который был идеалом формирования судейского корпуса абсолютно большинцах стран назначается головой государства я говорю все президент решает и вот поэтому система не работает что за утверждение члены комитета дошли до обвинения головы суверенного государства ну как это с этим я мог согласиться поэтому еще ответов мы не услышали ответов мы не услышали уже ставится под большое сомнение то что мы вели хабиас корпус оказывается мы что плохо вели мы же вашу рекомендацию выполняли когда вводили хабиас корпус а сегодня нам говорят вы же ничего не делаете говорю из 100 обращенных в этом году только 15 человек получил содержание под стражей суд дал да это сложно это было то есть убедить судей принимать такое решение варис это же революции подобное в сознании поэтому я думаю что вот мы передали список если нету то что ваши новые заявления мы добавим письменно мы добавим письменно и так далее в оснащении судей мы думали достаточно мы письменную информацию предоставили за последние три года какие меры приняты были в обеспечении финансов материальной независимости судей в отношении подготовки в отношении обеспечения то есть независимости от системы исполнительной власти то что это все подрывает доверие вот то есть по Саидову у нас весьма весьма доскональные эти данные и так далее и еще почему априори недоверие мониторинг привели а где мониторинг мы должны что ли вам представлять должен каждый день мониторинг вы хотите что мы должны привели а может напиши комитет по правам против пыток что ты сделал как информируется амбусман каждый во-первых амбусман имеет свой печатный орган печатает специальный журнал демократизации права человека амбусман ежегодно отчитывается перед двумя аппаратами парламента отчеты публикуются в открытой печати и в виде книг и в виде официальных изданиях амбусман выступает в печати то есть что он должен амбусман о своей деятельности знал бы я принес бы все отчеты его и посмотрели бы есть ли результат его мониторинга или нет то есть поэтому здесь это абсолютно то что хабиас корпус я сказал национальный законодатель мы при разработке наших законов исходим из трех принципов первое мы опираемся на свой национальный опыт второе мы учитываем насколько наши законопроекты соответствуют нашим международным обязательствам третье мы учитываем позитивный зарубежный опыт поэтому мы всегда всегда говорим чтобы ни один ни одно международное обязательство ни один наш закон не должен противоречить нашим международным договорам поэтому здесь мы стараемся выполнить все эти вопросы к сожалению у нас времени не хватило там относительно сейчас я дам психотритии помощи и так далее но обвинить узбекистана безнаказанности что правительство способствует к безнаказанности путем применения акта амнистии с этим мы принципиально не можем согласиться мы принципиально не можем согласиться этот вопрос я думаю что я вот в замечаниях общего порядка не совсем там меня убедил позиция комитета в этих замечаниях насколько это соответствует с точки зрения гуманности по отношению всем заключенным почему вырываете из другой категории а убийц то что господин Бруни говорит условия пожизненной заключенной суровые и так далее это же убийца или террорист только а сколько статья предусматривается даже в законодательстве Франции по 400 статьям приговариваются пожизненные заключения поэтому да мы готовы изучить этот вопрос это интересно но то что ваши замечания общего порядка меня не убедили не убедили что вот этот акт гуманизма амнистии и так далее то что мы никогда не выделяли то есть заключенным мы предоставили они все заключенные имеют одинаковые права в отношении срока давности я согласен вот поэтому поэтому этот вопрос этот вопрос так сказать для нас для нас это этот определение пытки да абсолютно согласен сегодня например наш закон в какой-то мере был развит решением пленума верховного суда был развит то что мы то что суд дал чтобы суды учитывали первую статью конвенции против пыток с вами согласен да вы абсолютно правы решения верховного суда окончательные вот поэтому я считаю это прецедент это стало обязательным не только для судов вот что я зачитал статью 24 закон о судах это решение суда обязательные как для нижестоящих судов так и всех государственных органов и должностных лиц это даже значительно шире чем в нашем уголовном кодексе это здесь я здесь согласен мы джаслик сказали мкк мы заявили омбудсман я сказал вот что касается вот этой рекомендации госпожа связ я говорю из 203 ну из тех вот более 50 рекомендаций я не знаю я я что это я не знаю что